Несмотря на то, что международный женский день уже прошел, сегодня на старте мирового чемпионата по лыжному ориентированию только лишь представительницы прекрасной половины человечества. Они бегут среднюю дистанцию – 8 километров. И контрольное время здесь – 40 минут. Спортсменки выходят на дистанцию с интервалом 2 минуты. Задача каждой – проехать расстояние с максимально возможной скоростью. И тут, как говорится, последние могут стать первыми. Очень хорошая трасса. Спасибо организаторам за ее качество. Что касается трудностей, я один раз ошиблась. Свернула не туда. Это, конечно, меня задержало. Но я довольна тем, как прошла. Первая половина прошла гладко. Все было очень хорошо. Но потом пошел подъем, идти стало тяжелее. Я упала, сломала палку. Потеряла на этом много времени. И половину пути пришлось идти с одной палкой. На чемпионат мира по ориентированию приехали участники из 21 страны. По словам судей, хоть в этом виде спорта традиционно лидируют представители северных стран, но и среди остальных попадаются сильные лыжники. Конечно, из лидеров есть эти страны. Это традиционно страны Скандинавии, Финляндии, Швеция, Норвегия. Безусловно, Россия является одним из лидеров. Мы в течение уже многих лет занимаем лидирующие позиции в Международной Федерации на чемпионатах мира, на чемпионатах Европы. Есть отдельные спортсмены очень сильные из таких стран, как Болгария, Швейцария, Италия. Есть спортсмены, которые сегодня готовы и будут бороться за самые высокие места. Всех спортсменов, независимо от того, за какую страну они выступают, поддерживают наши зрители. Кто-то уже давно болеет за лыжный спорт, а кто-то пришел сюда в этот день впервые. Мы пришли посмотреть на грандиозность, познакомиться с лучшим ориентированием, на грандиозность события чемпионата мира, то, что у нас никогда не было такого плана, тем более сейчас. Это интересно. Уже завтра среднюю дистанцию побегут мужчины. Для них она составляет почти 9 километров. Начало гонки в 14.30. Сергей Сеславин, Денис Тимошенко. Новости.